Добрый день, уважаемые коллеги! Компания Директ Медиа снова представляет вам очередного интересного гостя. Но, во-первых, мы хотим вдвоем поздравить вас со всеми праздниками. Комплексное поздравление с Новым Годом, с Рождеством и Старым Новым Годом. Желаем вам всех благ и с нами находить новые решения, новые находки, особенно практики в нашей деятельности. У нас в гостях Евгений Захарович Кремер. Вы посмотрели подробное его досье при записи на вебинар. Но, я думаю, сегодняшнее знакомство с ним даст вам еще больше новой ценной информации. Сейчас он поприветствует вас, а пока я включаю его опросник, который он попросил открыть заранее и сейчас попросит на него ответить. Евгений Захарович, добрый день! Да, добрый день, уважаемые коллеги! Так, Евгений Захарович, вы пока отключились. Нажмите на кнопочку «включить камеру» вверху и к нам вернетесь. Уважаемые коллеги, не волнуйтесь, мы вас не покидаем, а пока попросим ответить на опрос, который вы здесь видите. Вот пошло голосование, это наш ведущий попросил подготовить, его запустить заранее, пока еще ничего не было сказано, а уже опросник есть. И вы видите результаты его на экране. Так, а я пока звоню Евгению Захаровичу по скайпу, я его не вижу. Ну, так, это бывает технически, технически это было. Евгений Захарович, мы вас потеряли, заходите в вебинар. Ваша ссылка, нельзя ее никому давать. Если кто-то по ней снова зайдет, он станет кремером. А вы исчезнете. Вы можете ему сообщить, чтобы он не входил? А я, иначе он вас выбивает. Вот только один кремер существует в мире. А для него, для него нужна другая. Это нормальный технический процесс, такое бывало у нас. Если один заходит, то вдруг по этой же ссылке будет выбивая. Хорошо, хорошо. Так, а вы, коллеги, пока... Я пошлю вам ее на скайп. Педагогика сотворчества. Онлайн или оффлайн? Ссылочка... Вот она. Вот послал. Так. Нет. Нет. Вот эта ссылочка. Ссылка для... Для входа. Все. Итак, проголосовало 50 человек из 68 присутствующих. Добрый день, кто подошел к нам сегодня. Инна Федоровна, материалы вебинара вы получите, вы можете скачать, я сейчас включу чуть позже ссылочку, и вы можете скачать дополнительно к записи. Вы еще и запись все получите. Так, ну что, пока... Спасибо за вопросы, Инна Федоровна. Пока мы видим, что преобладает 30,8%. Что предположение о похожести на педагогику сотрудничества, на чем отличается, не ясно. Это преобладающий вариант. Кстати, я тоже его и выбрал. Ждем, пока подойдет нам к нам снова спикер. Он, коллеги, обычно работает в оффлайне. Он впервые сегодня участвует в вебинаре. И он дал своим друзьям ссылку для входа, ту, которую получил в письме. А там система такая работает. Кто первый зашел, тот и остается. Нет, кто последним зашел, тот и остается. Первого выбивает. Я вернулся, коллеги. Так, что у нас с опросом? Да, да, но вы вернулись уже в качестве Степанова. Да. Видите, ваша фамилия, имя, отчество стало другим. Ну, ничего, мы, как всегда... Он получил вашу ссылку. Мы, как всегда, что называется, в паре ходим. Поэтому, уважаемые коллеги, еще раз добрый день. Извините за такой сбой. Что ж, теперь я буду под именем Степана. Это вообще занятно. Бывает. Но мы долго, действительно, очень долго, больше 25 лет работаем вместе. Мы и соавторы, и партнеры, и друзья. Поэтому ничего удивительного, что так получилось. Это судьба, наверное. Вот. Педагогика-сотворчество, рефлексивное педагогика-сотворчество появилось не вчера. Вообще, первые какие-то исследования по психологии рефлексии они осуществлялись в конце... в конце 90-х годов. Под руководством Никиты Глебовича Алексеева и Игоря Семеновича... Ой, и Игоря Никитовича Семенова. В том числе... Да все нормально. Так, все нормально. Я вошел только под твоим именем. Так, значит... Итак... Итак... Сергей Юрьевич Степанов был одним из пионеров исследования вместе с Игорем Семеновым. Психологии сначала рефлексии, потом она постепенно перешла в педагогику и возникла... Я думаю, да... Возникла... Возникла... Педагогика-сотворчество. И мы ее называем рефлексивной педагогикой-сотворчеством, потому что исследования рефлексии лежат в основе... В основе педагогики-сотворчества. Ну и сегодня я завел такую странную тему онлайн-педагогика-сотворчество онлайн или оффлайн. И ответ мы дадим в конце. А что же все-таки... Как лучше, да... И есть ли разница, есть ли какая-то, так сказать, приоритетная зона этой педагогики. Теперь, может быть, несколько слов о том, что же это такое и чем педагогика-сотворчество отличается от близкой по духу и педагогики сотрудничества. Надо сказать, что, конечно же, она... Педагогика-сотрудничество была одной из... Так сказать... Одним из истоков. Мы развивались в какой-то степени вместе, параллельно. И многие вещи, которые были разработаны, особенно идеологические, в рамках педагогики сотрудничества, мы перешли и в педагогику-сотворчество. Но вместе с тем это разные подходы. И сейчас я попробую эту разницу как-то зафиксировать, чтобы было понятно. Ну вот сейчас на слайде вы видите отрывок из статьи господина Витковского о том, что же такое, как он понял педагогику-сотворчество. И здесь я бы отметил три принципиальных вещи. Принципиальная вещь номер раз. Может быть, самое главное. Это то, что сотворчество направлено на получение нового. То есть новое становится принципиальным моментом сотворчества. И это новое не только для ребенка, как в сотрудничестве. То есть в сотрудничестве, в педагогике сотрудничества ребенок как бы открывает, как бы новое. Для него новое, да. Новый закон, новую формулу, новый прием. Новый педагог это все уже, конечно же, давным-давно знает. И не в первый раз вместе с детьми открывает это вновь и вновь. То есть это такая имитация нового для педагога. В педагогике сотворчества, имитации нет. То есть педагог, по идее, должен найти новое для себя. То есть это всегда новое для тех и других участников. Для ребенка и для педагога. Второй момент, очень важный, это взаиморазвитие. Взаиморазвитие педагога, ребенка, преподавателя, студента, того, кто учит и того, кого пытаются учить. То есть они развиваются вместе за счет целого ряда принципов и методов. Ну и, наконец, паритетность. Это тоже очень важный принцип, очень важная установка. Что значит паритетность? Это не значит буквально в смысле равенства. Потому что иногда говорят, ну как же мы можем быть равны с ребенком? Конечно же, не равны. Это не равенство, это одинаковая важность. Что значит паритетность? Мы одинаково важны друг для друга в образовательном процессе. Мы одинаково уважаемы, мы вносим важный вклад, поэтому мы паритетны. То есть наши позиции разные, они не равны. Я взрослый, я отвечаю за процесс. Ребенок, он учится и включен в этот процесс, но без его участия, без его вклада ничего не состоится. Поэтому он так же важен для меня, как я важен для него. И эту важность, этот интерес к ребенку очень важно в себе культивировать. Потому что, увы, увы, это кажется пока нетривиальным для педагога, так прямо скажем. Потому что когда говоришь, что ребенок вам должен быть каждый момент времени интересен, да, вроде бы понятно, но как это сделать? Как заинтересоваться? Чем заинтересоваться? Что значит интерес к ребенку в каждый момент времени? Это очень непростая задача для педагога. И отсюда некоторые принципы, которые помогают. Ну, что такое принципы? Вот здесь на этом слайде вы можете почитать о том, как мы понимаем принципы Сергея Юрьевича Степанова. Мы вместе их разрабатывали. И это не совсем то, что обычно понимается под принципами. Да? Это и категории, которые описывают ценности, и некие принципы организации мышления и понимания, и объяснительные модели, и схемы деятельности и нормы в некотором смысле. Ну, и, наконец, это, что самое важное для меня, это элементы личной культуры. То есть, если мы говорим об открытости, то это не просто общий принцип, надо быть открытым, а это то, как я умею быть открытым, как я это понимаю, как я на себе эту способность быть открытым, да, то есть восприимчивым к новому, к новому вырастил, сформировал и культивировал. Ну, вот, собственно говоря, те пять принципов рефлексивной педагогики соотворчества, которые для нас являются некоторым таким каркасом всего остального, и теории, и практики, и методологии. Это уникальность. То, что мы к миру, этот принцип говорит о том, что мы к миру и к людям, и к каждому моменту времени относимся как к неповторимым. То есть он только сейчас и больше никогда. И это уже отсюда вот интерес. Я понимаю, что это больше никогда не повторится. Это уникальный момент времени, уникальный человек, уникальная мысль и так далее. Открытость для педагогики один из самых важных принципов. Это возможность относиться ко всему как к иному. Как к иному. То есть открытость – это не распахнутость. Это не то, что я вот открылся, все в себя впустил, и все из себя вывалил. Все свои проблемы, мысли и так далее. Ну, как же быть открытым? Я открылся, а в меня плюнулись. Ничего подобного. Открытость – лучшая защита. Если я открыт, если я все время готов к иному, если я готов к восприятию, если я готов к новому, готов к тому, к чему нельзя быть подготовленным, то есть к неожиданному, то это защита, которая дорогого стоит. То есть я ко всему готов. Вот это максимум открытости. Парадоксальность. Это очень интересный принцип, он может быть более сложный, чем первые два, и связан с тем, что мы удерживаем противоречивость мира и в ней работаем. То есть есть фундаментальные противоречия, которые не снимаемы. Ну, например, свобода, необходимость, функционирование, развитие. Невозможно взять и отказаться от какого-то из полюсов, от какого-то из полюсов противоречия. Их надо некоторым образом удержать вместе и каждый раз найти не компромисс, не компромисс, а одно на этот момент уникальное решение, разрешение этого противоречия. В нем надо как бы удержаться и жить в этой парадоксальности. А избыточность, тоже интересный очень принцип, он говорит о том, что для того, чтобы эффективно работать, необходима некоторая избыточная энергия мыслей, избыточная энергия смысла и избыточное содержание, то есть когда нам есть из чего выбрать, когда мы накачиваем как бы эту энергию в работу. Ну и, наконец, полифоничность, это способность соприсутствия разного, соприсутствия разного. Когда разное, находясь вместе, выстраиваются такие отношения, когда принципиально вроде бы несовместимое вступает в соприкосновение и развивается параллельно. Уникальность каждого нарастает. Вот это, собственно, полифоничность мира, его максимальное разнообразие и со-развитие. Ну, на следующем слайде, может быть, он немножечко сложноват, но я все-таки решил его показать, поскольку он, мне кажется, очень важным, он показывает некоторое, так сказать, некое представление о педагогическом, вообще образовательном сознании. Смотрите, вот, собственно, эта, так сказать, штука устроена по принципу противоречия. С одной стороны, стереотипность, с другой уникальность по горизонтали, по вертикали, закрытость, открытость. И мы видим, что в каждом квадрате возникают, ну, некие знакомые нам персонажи. То есть те же педагоги, которые, ну, например, при вот в этом квадрате где стереотипность и открытость, это люди, которые работают активно в технологическом режиме. Берут разные технологии, разные методики, применяют, вычитывают, находят, да, и это, вот, так сказать, из внешнего мира они вытягивают свое. Ну, нижний квадрат это рефлективность, когда просто человек работает как работает, не сильно читает, не сильно задумывается, такой, по инертве в основном. Нижний правый квадрат это мастера, это люди, которые работают уникально, работают по своей методике, но передать ничего не могут, поскольку они не рефлектируют, а что они делают. Евгений Захарович, да, сделайте движок возле микрофона громкость ниже на 10%, говорят, звук дребезжит. А, то есть, сильный звук, да? Сейчас, я слышу, звук отличный, но у кого-то, говорят, дребезжит, чуть потише, на 10%. Сейчас лучше? Продолжайте, спасибо. может быть, чуть-чуть это выяснилось. Да, так лучше. Коллеги, звук настроен идеально. Так. Посмотрите свои настройки сами. А, вот ведь у меня все хорошо, отлично. Значит, смотрите, вот квадрат, который внизу, внутренне обусловленная рефлексия, где уникальность и закрытость, это профессионалы, которые работают как мастера, да, но не в состоянии, как правило, описать, передать свой опыт, его отрефлексировать, оно им не надо, поскольку мастер работает, как бы, для него профессия, это искусство, а не технология. Ну и, наконец, самый такой интересный квадрат, это открытость и уникальность. Понятно, что он парадоксальный, потому что соединение открытости, открытости к внешнему контексту, открытости к себе, открытости к новым технологиям, и уникальности, то есть особенности, такой неповторимости, это, конечно же, некий парадокс. И здесь его нужно неким усилием воли соединить, и вот это движение к открытости и уникальности одновременно, это и есть движение к новому, к инновациям, и это движение осуществляется за счет как раз той самой избыточности. Если мы говорим по верхней вот этой вот пунктирной линии, по открытости, это избыточность внешней информации, внешней культурной тексты, смыслы, формы, формулы, там, всякие теоретические модели, которые я привлекаю для тебя, и избыточных собственных усилий и смыслов, которые идут по линии уникальности, и она же и дает вот такой вот как бы эффект порождения нового и жизнь в новациях. Ну вот так мы представляем себе некоторое сознание и порождение нового в некотором таком, ну я бы сказал, залоге скорее теоретико-методологическом. Вот сейчас бы очень хотелось, а у нас вопрос где? На какой доске? Так. Опросы мы не видим, да, опрос? Юрий Николаевич? Результаты опроса. Вы скажите, какой надо, я включу. Можем посмотреть? Первый. Ага, вот, то есть. Да. Все-таки большинство, как бы большинство все-таки связывает с педагогикой сотворчеством. Хорошо, спасибо. Так, можно убрать. Теперь нам важно, важно вот какую штуку. мы заявили о том, что одна из проблем, которые мы сегодня хотим пообсуждать, связана с умением нестандартно и творчески думать. думать, да, думать творчески. Вот. Поэтому поэтому хотелось бы такой вопрос, как бы, задать нашим слушателям, тех, кто пришел поучаствовать в вебинаре, о том, какие ассоциации вызывает вот это самое словосочетание. Думать нестандартно, думать творчески. Вот. И уже от этого отталкиваюсь, мы пойдем дальше. Поэтому просьба к тем, кто участвует, прямо в чате свои ассоциации на на то, что вызывает вот это слово, что это такое. думать нестандартно, творчески первое, что приходят к слову, какие ассоциации на это слово сочетать. Я хочу вернуться к некоторому, так сказать, началу, к началу нашей, так сказать, моего рассказа. Вот. Так, доска. К началу моего рассказа. И вот каким образом. Все-таки, да, начиналось все с исследования творческого мышления и того, как оно строится. И там были получены очень интересные результаты, о которых я не могу не сказать, потому что это некоторый такой вот, ну, как бы ключик, что ли. Хотя там достаточно сложная теория. Я могу отослать книги Сергея Юрьевича Степанова, который вот подключился, слава Богу, к его книге, которая называется «Рефлексивная практика развития человека и организации». Эта книга сейчас уже стала некоторой такой редкостью, но на сайте, посвященный, на сайте, который посвящен сотворческим технологиям, он так называется, сотворческие технологии. На этом сайте мы сейчас разместили книгу, ну, которая предваряла это, так сказать, это издание, там, в принципе, все эти содержания описаны, хотя, конечно, описание достаточно сложно. И вот, я хочу несколько слов сказать о том, как представляется вот такое творческое мышление, творческий прорыв, из чего он состоит, буквально несколько слов. Так, а могу я доску открыть, Юрий Иванович? Так, вот, значит, я бы хотел немножечко так порисовать чуть-чуть, поэтому, значит, смотрите, есть так называемая, вот, Сергей Юрьевич Степанов все время разработал схему, модель рефлексивно-инновационного и рефлексивно-творческого процесса. в чем она заключается эта модель, как она, собственно говоря, может быть, себе представлена. Она представлена в нескольких видах книги, это и квадрат, так называемый, и модель кристалла, ну, я сделаю проще, я как бы постараюсь попроще рассказать все это дело. Значит, представим себе, что есть определенная творческая задача, творческая задача, которая, опа, ну, еще, сейчас мы попробуем творческая задача, которую нам необходимо решить. Сначала мы пытаемся понять все то, что мы применить, все то, что мы уже знаем об этой задаче. Да? То есть мы ее решаем некоторыми самоочевидными способами. Если это творческая задача, то самоочевидными способами она не решается. Соответственно, здесь у нас происходит своеобразное исчерпание, исчерпание всего, что мы знаем таких стандартных решений. После чего, наступает определенный тупик. Я должен как-то понять, что мне делать дальше. Я все попробовал. Я все, что знал, все, что предсказал. И тогда я начинаю обращаться в две инстанции рефлективных. Первая инстанция это, ну, скажем так, назовем ее более, как бы нам что-то выбрать. Первая инстанция, она как бы сверху, это условно говоря, условно говоря, основание. то есть мы выходим в основание то, что предпосылочное, некое предпосылочное знание. Предпосылочное знание, какие-то схемы и так далее. А вторая, второй ход, второй ход, он как бы в глубину. То есть мы выходим, по сути дела, в к себе и происходит некое переосмысление себя как решающего. То есть я как решающий. Решающий не думающий. То есть собственно говоря, что я использую, как я думаю. И вот это вот, так сказать, выход в эти две рефлексивные штуки, он позволяет прорваться через тупик. То есть здесь у нас возникает что? Здесь у нас возникает определенный тупик, сквозь который необходимо совершить прорыв. И вот за счет этих двух как бы, за счет движения от содержания и от смысла, смыслового содержательного движения, происходит такой вот, ну, как бы мощнейший прорыв. То, что называется инсайт. Здесь возникает некое озарение, условно озарим его инсайд. То есть возникает некое видение иного решения, иного хода, которое на следующем шаге, который я уже рисовать не буду, на следующем шаге превращается в инструментальное решение. то есть начало инсайт и ход, а потом перевод его в инструментальное решение, зачастую это происходит достаточно просто. Вот, собственно говоря, в самых общих чертах, да, вот Александр Янович подсказывает, что все это мы можем описать как некую проблемно-конфликтную ситуацию. То есть если содержательном смысле это проблема, то в плане как бы смысловом, в плане отношения с собой это конфликтная ситуация. и рефлекция возможно проблемно-конфликтной ситуации. Так, кто-то у нас тут какие-то ассоциации набросал, можем мы их посмотреть, нет? Юрий Николаевич, на какой-то доске они у нас есть, нет? Я их собрал, сейчас я их выведу на экран. Отлично. Мы сейчас от них дальше пойдем. То есть как вы видите, как вы видите, коллеги, преодолевая проблемно-конфликтную ситуацию с помощью за счет вот таких рефлексивно-творческих методов возможно получение и прорыв к новому решению. Ну, понятно, что это принципиальная схема и работает она по-разному в разных расходствах. Так, ну и так, какие у нас какие у нас ассоциации? Так, неожиданность думать нестандартно, думать вне шаблона. Ага, то есть преодолевать некий шаблон оригинально-самостоятельно, изобретать, быть свободным от шаблонов, найти успешное решение, оригинально-парадоксально, проявить новизну, неординарное смышление, на основе полученных знаний создавать новое, не шаблонно, искать решение, удивлять. ну здорово, очень хорошо, мне кажется, что одной из важных вот здесь позиций, это отказ от стандартности, от шаблона, умение преодолевать шаблон, освобождаться от него, то есть шаблон, здесь скорее всего, ну я бы это трактовал как своеобразный стереотип, да, то есть то, что является некоторым нашим таким закостенелым опытом, да, то есть мы чему-то научились, что-то освоили, как определенный способ деятельности, и постепенно этот способ деятельности стал для нас штукой самоочевидной, то, что не требует особого размышления, а сразу вываливается, когда мы что-то начинаем делать, оно первое приходит в голову, и мы его зачастую реализуем некритично, не критично, то же самое в мышлении, да, то есть мы двигаемся опираясь на определенные свои навыки, то есть скорее всего на стереотип, и преодоление стереотипов эта штука достаточно непростая, если мы говорим о том, что мы как-то хотим, так сказать, нестандартно помыслить, помыслить творчески, выйти на что-то новое, то в первую очередь перед нами стоит задача каким-то образом обнаружить и преодолеть свои прежние представления, которые нам на самом деле мешают, хотя в определенных понятно, что в определенных обстоятельствах, ну вообще в жизни, что называется, без териотипов невозможно, это только такая полезная, да, нас освобождает наши руки, наши, так сказать, головы для более творческих задач, когда, когда, ну так сказать, что-то автоматизировалось, и мы можем спокойно дальше действовать, вот, но как только мы хотим что-то поменять, то вот здесь стереотипы, стереотипы начинают играть такую деструктивную роль, они нам подсказывают те решения, которые мы уже знаем, вот, соответственно, одна из таких важнейших педагогических задач, и педагогических, и задач, связанных с таким творческим мышлением, это преодоление стереотипов, их обнаружения, и здесь педагогика сотворчества, рефлексивная педагогика сотворчества, разработан целый ряд методов, таких инструментов, которые позволяют работать с такими стереотипами, но я бы хотел сейчас еще одну просьбу, на генерацию сделать, это как бы такой педагогический год, а чему мы должны научить человека, чтобы он думал нестандартно, чтобы он мог удивлять, чтобы он мог прорываться к новому, что ему такое нужно, вот, что нужно в школе, скажем, или даже взрослому человеку, чего ему нужно, можно, ну, понятно, что просто взять, научить творчество, наверное, невозможно, во крайней мере, я в этом убежден, что нет таких технологий, которые способны научить человека быть творческим, и научить его действовать нестандартно творчески, но вот что-то, видимо, чему-то такому можно научить, чтобы сам человек стал более способленным, если ему хочется быть творческим, то он мог бы себе на что-то опереться, у него были бы какие-то инструменты для этого творчества, и он мог бы более энергично этим заниматься, то есть, это вопрос, конечно же, еще раз говорю, педагогический, то есть, вопрос на то, а чему можно учить ребят в школе, чему можно учить взрослых ребят в институтах, в университетах, чтобы они могли думать нестандартно и действовать творчески, каким-то таким навыкам, способностям, может быть, умением, или еще чему-то в этом видении, чему-то в этом роде. Окей, а я пока хочу вернуться к стереотипам, поскольку эта штука на самом деле сложная и сложно их обнаружить в себе, во-первых, для этого первым надо себе сказать, что они у тебя есть, это признать, а во-вторых, попытаться вытащить их и как-то их преодолеть, побороться с ними, но для того, чтобы это было сделать, не то чтобы проще, но вообще возможно, особенно в режиме коллективном, в рефлексивной педагогике сотворчества разработан целый ряд интересных инструментов. Ну, например, такой инструмент это рефлексивная, так называемая рефлексивная инверсия. Что это такое? Ну, это достаточно сложная такая штука, работа с образами, когда мы надеваем на себя определенные образы, и в этих образах начинаем импровизировать и разыгрывать некие жизненные, житейские ситуации в режиме такой психосоциодрамы. Психосоциодрамы. и когда эти психосоциодрамы, люди, погруженные в другие образы, в другие роли, начинают разыгрывать и импровизировать, демонстрировать, то мы, глядя на них, понимаем, что зачастую их действиями руководят определенные шаблонные такие заготовленные ходы, ходы реагирования, ходы поведения, ходы восприятия, и это можно увидеть, обнаружить и некоторым образом зафиксировать, и осознать вместе с участниками вот такой практики, рефлексивной практики, а что, собственно, руководило ими во время вот таких действий, потому что, еще раз говорю, некоторым образом вытащить стереотип бывает очень сложно, потому что он, эти стереотипы, они ведь не только личные, да, то есть не только мои какие-то, мой опыт, который так или иначе за до костенела или как-то зафиксировался, но и стереотипы это то, что мы получаем из нашей культуры, из менталитета социального, да, то, что принято, то, что считается правильным, то, что передается, ну, некоторым образом от родителей к детям, от общества к его членам, к зафиксированию там, в стрессах массовой информации и так далее, и так далее, подспудно, и это еще сложнее бывает выяснить и обнаружить, а тем более преодолеть. Так, у нас уже, так, вот кто-то насчет мозгового штурма, отлично, ну, кроме вот такого преодоления стереотипов через определенные психологические способы, есть и разработанные в кедровых сотворчества некоторые приемы, похожие на, похожие на мозговой штурм, такой, такой ход называется рефлексивно-творческий полилог, эта штука более структурированная, чем мозговой штурм, где просто набрасывается идея, здесь работа идет по кругу, и самый главный принцип рефлексивного полилога, полилогизма как такового это движение движение от самого некомпетентного в обсуждаемом вопросе участника к самому компетентному. соответственно, я просто отвлекся на чат, здесь много интересного, сейчас я как-то попытаюсь реагировать, на самом деле, когда движение идет от некомпетентного к компетентному, что происходит? Происходит тоже исчерпание стереотипов, то есть, чем человек менее компетентный, тем более стереотипный, как правило, ответы он дает на те вопросы, которые поставлены, более-таки очевидные решения проблемы, с одной стороны, с другой стороны, человек малокомпетентный, он не ограничен некоторым большим количеством информации, большим количеством опыта, и он может предлагать ходы, которые, вроде бы, для компетентного кажутся малореалистичными, и отсюда вот это движение по кругу к наиболее компетентному, когда он вынужден слушать каждое предложение, оно позволяет в конце, к концу обсуждения, породить некое новое, поскольку все очевидное уже исчерпано, все стереотипные методы предложены, более того, в высказываниях дилетанта для компетентного обнаруживаются те самые подсказки, которые могут позволить прийти к такому творческому решению. Так, сейчас я посмотрю, что у нас. Так, ага. Так, думать, человек начинает тогда, когда здесь достаточно интересные вопросы, я хотел бы на них ответить, но они как-то убегают у меня. ну вот Александр наш Марьянович, он правильно отмечает, что это творчество, это как некое преодоление наличного способа отношения к тебе, то есть то, что есть. Ну, это то, о чем я говорил, как преодоление работы в смысловом слое, когда творчество предполагает, творческое решение предполагает переосмысление себя. Вот, что касается вопросов, вот здесь был интересный, вот, очень, да, здесь очень такие классные вопросы, кстати говоря. Так, а, здесь, мне кажется, был такой замечательный вопрос, так, который связан с задаванием вопросов. Конечно, это, так сказать, как научить задавать вопросы. Ну, ответ простой, на самом деле, учить, потому что, и при этом, я бы сказал так, что педагогу важно учиться самому, задавать вопросы, поскольку это искусство у нас практически утеряно у педагогов. чаще всего задается вопрос, связанный с повторением содержания, да, очень многие вопросы на продолжение, то есть, учитель начинает, ученик должен завершить, то есть, вопросы непродуктивного характера, вопросы творческого характера, и педагог не задает, а поэтому ему сложно научить задавать эти вопросы детей. Отсюда, отсюда простой вывод, что, ребят, давайте учиться задавать вопросы, они тогда появляются, когда у меня у самого возникает интерес к содержанию, и возникают непонятки, и вот эти непонятки я могу транслировать ребятам, ребят, знаете, как интересно, а как это, мне самому непонятно, как это происходит, откуда это берется, как только такой неподдельный настоящий интерес у меня возникает в глазах, то и дети начинают постепенно задавать такого рода вопросы, и так смотреть на мир, на предмет, как на вопросительный, как на то, что задает тебе вопросы все время, мир, задающий вопросы, мир, как неизвезанный, потому что если педагогу кажется, что на все вопросы у него уже ответы есть, что он все про все знает, то это далеко не так, и здесь же как вы говорите, я тоже знаю, это на самом деле для меня тоже проблема, большая проблема, как научить задавать вопросы взрослых, ну а потом уже и ребят, потому что ну откуда они берутся, да, ну мне так грешным делом кажется, что из контекста, то есть если так, я что-то уже перестал видеть эти ассоциации, они как-то убежали, Юрий Николаевич, покажите мне, что там, что убежали, ответы на вопросы убежали, которые вот, а вот на доске 3 смотрите, я показываю, а я их не вижу почему-то, они ушли вверх у меня, я уже их собрал, вот на доске 3 смотрите, доска 3, ну вот она у меня включена, я не вижу, так, нет, это, вот, вот, да, вот это, ну а у меня нету почему-то, а вот, вот теперь есть, так, так, это ассоциации, а то, что, те, то, что касается, чему учить, так, надо научить задавать вопросы, так, я вижу, свободная интуиция, инсайт, методы организованной интуиции, формализованные методы, так, проведение мыслительных экспериментов, о, класс, так, замечательно, вот это вот интересно, ну вот, про задавание вопросов, мы немножечко поговорили, понятно, что эта тема беспредельная, и вот, кстати говоря, если мы говорим о некотором смешанном обучении, да, и обучении онлайн, и переходе в оффлайн, то здесь как раз очень важным является вот это самое искусство задавания вопросов, и вообще ход на задавание вопросов, как их можно формулировать, чем отличаются вопросы на понимание, что значит вопрос на понимание, да, когда я заранее формулирую то, что я понял, и это понимание предъявляю, ну, многие знают традиционную формулировку, если я правильно понял, то, вот самое главное начинается после то, после то, я предъявляю то, что понял, то есть я должен сформулировать, а что же я услышал из того, что мне сказано, или написано, да, то есть вопрос на понимание связан с формулированием собственного понимания, с пересказом того, что я уловил и понял, вопрос там, ну, уточнение, вопрос на проблематизацию, вопрос на основание, да, почему я говорю из контекста, как только я ввожу контекст оснований, да, то есть откуда, что происходит, у меня возникает соответствующий вопрос, а на чем это построено, да, а как это устроено, а откуда это происходит, а кто подтвердит и так далее, вопрос на истинность тоже, то есть вот вот эти вопросы, проблематизирующие вопросы, вот эти разные типы вопросов, конечно же, являются таким очень важным, мне кажется, и правильным ходом, и самый, конечно, главный вопрос, рефлексивный вопрос, это вопрос на смысл, да, то есть а смысл, он, понятно, появляется из того или иного контекста, из контекста явного или неявного, то есть если ну как слово, да, то есть если пока слово не стоит в предложении, мы не очень понимаем, оно может быть и об этом, и об этом стол может быть, просто столом, а может быть, так сказать, престолом, да, и тогда играть в стольный Киев, то есть от контекста зависит смысл, соответственно, в какой контекст мы вводим, контекст отношений, контекст взаимодействия, контекст деятельности, контекст культуры, контекст эстетики, отсюда возникает и соответствующий смысл того или иного и осмысленные по этому поводу вопросы, контекст себя самого и так далее. Так, ага, так, шесть шляп мышления, ну что, вот шесть шляп мышления, кстати, неплохая штука совсем, так же, как и ты, но, к сожалению, вот эти способы, они, в отличие от того, что разрабатывается в рамках первой кистотворчества, они, скорее, это сказать, инструментальные, вот какой-то инструмент предлагается, не очень понятно, на чем он основан, да, мы же говорим о том, что я не случайно, вот эти принципы репрессивные кистотворчества в начале привел, рассказал о них, и принципы, и вот устройство сознания, и то, как это все работает, и устройство некоторой мысли, как работает, так сказать, творческая мысль, как она преодолевает притязки, что те, те способы и инструменты, которые разрабатываются в рамках кистотворчества, это не застывшие, застывшие формы, да, а, во-первых, это определенные такие ходы, как правило, рамочные ходы, то есть тот же полилог, полилогизм можно использовать в самых разных ситуациях, контекстах, и трансформировать, и придумывать на его основании другие формы, и также другие инструменты педагогики кистотворчества, они здесь работают. Вот возьмем те же работы именно так, то есть не как застывшие инструментальные формы, а как то, что дает определенный ход, и на основании кистотворчества мы можем строить другие, другие аналогичные, или похожие, или также приблизительно работающие, но под задачу формы и инструменты. Вот возьмем те же шляпы мышления, на чем они построены, как вы полагаете, они построены на том, что есть разные позиции, на то, что мышление растягивается на разные точки зрения, точку зрения, так сказать, оптимиста, точку зрения критика, точку зрения, так сказать, эксперта, точку зрения, так сказать, человек, который что-то делает, ну и так далее. В рамках педовых сотворчества мы с позициями очень много работаем, потому что на самом деле позиционность это важная штука, это по сути дела отдельная форма рефлекса, когда я способен посмотреть на то или иное, на ситуацию, на содержание, на отношения, на какие-то, так сказать, необходимо что-то придумать из разных позиций. Другое дело, какие позиции мы выбираем, ну например, например, в позициональной дискуссии, которую мы активно используем, и в школе в том числе, там позиции такие, интеллектуального характера, они сконструированы по аналогии с так называемой триадой Гегеля, тезис, антитезис и синтезис, и эти позиции, позиция как бы силы, позиция обнаружения того интересного, оригинального, позитивного, что предложено, это вот такая форма экспертизы интеллектуальной, да, форма разработки тех или иных проектов, предложений, вторая, вторая позиция, такая, критическая, то есть позиция выявления неких таких слабых сторон, и тех препятствий, которые могут возникать при реализации этого предложения, тех недоработок, которые в этом предложении есть, это такая критическая позиция, ну, и следующая позиция синтетическая, когда мы, учитывая те сильные стороны, которые обнаружены, интересные, на них опираем, или ставят задачу их как бы использовать наиболее рельефно и мощно, мы и понимая те дефекты и недостатки, которые обнаружили из позиции, так сказать, критической, в позиции синтетической предлагаем какие-то изменения, доработки, доращивания, дополнения к предложениям, которые рассматриваются. мы это делаем в групповой работе, хотя эти позиции могут быть использованы по-разному, но у нас называется позициональная дискуссия, и мы это используем, как правило, в групповой работе, когда одна группа предлагает некие идеи, продукты, вторая обнаруживает в этих продуктах сильно оригинальная, третья политическую позицию занимает, а четвертая предлагает некоторые доработки. Потом это все возвращается в авторскую группу и происходит, так сказать, некоторое наращивание мощности предлагаемых людей, их корректировка и так далее. В общем, авторская группа может как принять предложение других групп, так и отказаться от них, но в любом случае эта штука, она, кроме всего прочего, позволяет всему коллективу проработать все содержание, так, то есть четыре группы, четыре идеи, четыре предложения, и все эти предложения проходят через все группы, то есть они прорабатываются просто из разных позиций. Вот этот взгляд из позиции это очень важная вещь. Но это интеллектуальные позиции, а есть же еще и ролевые позиции. Так, ага, что-то у нас выделено зеленым, это вот так. Ага. Так, да, такое интересное высказывание. Так, сейчас мы его прокомментируем. Ну, я как бы мысль закончу, потому что, мне кажется, это очень важная штука, вообще позиционность и умение занимать позицию и понимать, как они взаимосвязаны. Хочу отметить, что и в теории деятельности, и в том, что называется методологией системно-мысли деятельностной Чедровинского, там очень большое внимание уделяется позициям в деятельности, то есть, тем, так сказать, функциональным местам, которые человек или какая-то другая организованная занимает здесь. и это тоже очень важная вещь, понимать, как взаимосвязаны позиции, что из каждой позиции видно, то есть, оказывается, что каждая позиция рисует некую свою картину происходящего. И это не только в деятельности, но и мы таким образом анализируем ситуацию вместе с коллегами и педагогами, поскольку из каждой позиции ситуация видна по-своему, да, то есть, возникает своя картина ситуации. Из позиции педагога ситуация одна, из позиции ребенка ситуация другая, из позиции администрации администратора та же, вроде бы, та же история, да, выглядит совсем иной, но при этом хочу отметить, что это непростая задача. И педагоги с трудом иногда занимают чужую позицию, то есть, они вроде бы, да, мы готовы, то есть, перескочил, а что там, вот как наполнить позицию, как понять, от чего зависит взгляд, как наполнить позицию, здесь тоже нужна определенная рефлексивная процедура, то есть, я должен рефлексивным образом понять, а что определяет взгляд из другой позиции, что определяет взгляд родителей, какие моменты, какие интересы, какие потребности, какой опыт, какие стереотипы, какие привычные формы поведения, паттерны, да, и так далее. это я уже не говорю о психологических характеристиках родителей, да, а именно как характеристики именно позиции родителей, которые далеко не всегда мы в состоянии реконструировать. так, но я вот не вижу, к сожалению, опять доски, Юрий Николаевич, я не вижу, вы что-то на нее выложили? Доска третья, третья, доска третья, третья. она у меня, к сожалению, пустая. Как-то, может быть, пониже опустить? Попробуйте, я сейчас посмотрю, что здесь у нас. Так, 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 это вот, вот здесь я абсолютно согласен с Сергеем Юрьевичем, который подчеркивает, что, чтобы думать нестандартно, самому быть нестандартным, то есть, работать на собственную уникальность своей личности, то есть, да, ну, это относится к педагогу, я думаю, что это правильная мысль и вопрос, что это далеко не простая задача. Так, нет, я, к сожалению, пока доски не вижу, Юрий Николаевич, я вижу только чат. Понятно, я написал этот текст, ага, так, вот на доске третий я его вижу, а я нет, увы, а вы нет, да, вот он сейчас начинает появляться, его надо ниже, вот, 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 так, вот, теперь я его вижу, его можно двигать, вот, он двигается, так, а где он двигается? мышкой выбрать или тащить, вот сейчас двигается? Нет, сейчас, нет, пока нет, ага, ну, ладно, сейчас нормально, я вижу, отлично, так, все, все, последний стиль, да, свой стиль, так, так, интеллектуальный карт, ну, вот здесь интеллектуальный карт, это Евгений Захарович Кремер на экране, да, ну, так получилось, к сожалению, мы с Сергеем Юрьевичем поменялись никами, хотя он сейчас тоже у нас в чате, ну, ничего страшного, я не надеюсь, так, открытости учить, говорит Александр, так, недостаточно себя, ну, вот здесь говорят об интеллектуальных картах, я думаю, что тоже хорошая штука такая, рефлексивная и рефлексивная, потому что вот мы чем сейчас озадачены очень сильно, ну, я, по крайней мере, и мои коллеги, Сергей Юрьевич, потому что, ну, да, много общих слов говорится, и они все вроде бы красивые и хорошие, да, творчество, соотворчество, уникальность, туда-сюда, а когда начинаешь работать в практике, возникают, конечно же, вопросы, а как, как это сделать, с помощью чего, с помощью чего, и когда находишь такие, какие-то инструменты, всегда этому, во-первых, радуешься, во-вторых, понятно, что их надо осваивать, использовать, ну, например, те же интеллектуальные карты, вот мы на последнем педсовете обсуждали, и там интересная штука получилась, появилось, что вот эти интеллектуальные карты, их можно очень разнообразно применять и использовать, да, то есть, ну, например, все зависит от того, какую ты выбираешь систему координат, то есть, что у тебя по горизонтали, а что по вертикали, если, например, ты анализируешь произведение, у тебя по горизонтали яркость чувств и переживаний персонажа, а по, вот это, по вертикали, а по горизонтали время разворачивания собственного произведения, ты получаешь достаточно интересную карту эмоциональной жизни героя от начала произведения к его концу, да, ну и так далее, то есть, вот эти, вот чем интеллектуальные карты хороши в данном случае, что они позволяют рефлексировать зависимость от введенного контекста, и вот тут как раз к тому контексту, о котором я говорил, смотрите, вот, вот по сути дела вот эти координаты, извините, что я их так криво тут нарисовал, а эти координаты это и есть, собственно говоря, те контексты, которые мы задаем, в рамках которых мы можем отнестись, да, как-то зафиксировать те или иные события, те или иные движения, движения души, там, движения мыслей, и так далее, и вообще, собственно говоря, карты, это очень интересная штука, вот сейчас мы с ребятами, тоже они позволяют сделать очень интересные рефлективные ходы, мыслительные соответственно ходы, а сейчас мы с пятиклассниками в рамках семинара по педагогике сотворчества в нашей школе проходил семинар как раз по извлечению опыта и рефлексивным способом этого извлечения. А что мы с ними придумали? Мы взяли, они изучают Сирию, Ближний Восток исторический в истории, мы сделали два типа с ними карт, взяли, наложили историческую карту на карту нынешнюю, и при этом обозначили места боевых действий, места там дисклокации самолетов, да, флота, и получилась такая интересная штука, то есть мы вот сделав такую с ними работу, они стали вот увидеть, а как собственно соотносится то, что было когда-то, историческая реальность, исторические контексты с тем, что происходит сегодня, с сегодняшней реальностью, с сегодняшней политической и, так сказать, прочей жизни нашей, жизни страны там и так далее, и понятно, что это мощный ход на рефлексию, более того, они стали делать путеводители исторические, да, по нынешним местам, но это с такими картами, что называется, географическими, можно же использовать в качестве средств рефлексии другие карты, да, карты придуманные и так далее, то есть вообще такое картографирование, это очень интересный ход, рефлексивный ход, мне кажется, он далеко недооценен и в онлайн, всяких онлайн режимах, а мы сегодня, сколько я понимаю, все-таки обсуждаем онлайн и оффлайн, вот здесь очень такое сильное переключение и перекличка между дистанционной работой и работой в живом режиме, то есть такие карты можно сделать и дистанционно, понятно, их выкладывать, относиться к ним и так далее, так, ну, давайте посмотрим, что у нас получилось, творчество это адекватное отношение к уникальной ситуации, так, ну, это понятно, интерес к проблеме, звучит самостоятельно было, о, научить самостоятельно забывать обрабатывать информацию, мне кажется, это очень важная, очень важная штука, создавать условия для решения жизненных проблемных задач и ситуаций, вот, смотрите, здесь такая интересная вещь, вот я бы тоже хотел обратить на это внимание, как бы здесь выделить, а, вот, это хотел бы обратить внимание, условия для решения жизненных проблемных задач и ситуаций, вы понимаете, тут я не только полностью согласен, я совершенно разделяю эту точку зрения, вот, и я думаю, это очень хороший ход на как раз соединение оффлайна и онлайна, потому что через решение таких жизненных проблемных ситуаций, задач, и вообще, как бы, через введение контекста некоторого применения, жизненного употребления и так далее, мы можем очень много добиться, ну, вот, на самом деле это сложно, как ни странно, то есть, казалось бы, звучит просто, вот, многие вещи из того, что я сегодня говорю, звучат просто, очень сложно почему-то делаются, очень сложно идут, почему, потому что они идут, ну, некоторые, так сказать, перпендикуляры к тому, что обычно делается, обычно понимается, вот, ну, не занимается этим учителем и не хочет заниматься, потому что это требует определенных усилий, во-первых, во-вторых, это требует изменения педагогической и человеческой оптики, и вот, смотрите, я вот приведу простой пример, да, всегда это требует определенных усилий, чтобы найти некоторый, так сказать, жизненный контекст, в котором можно было бы в школе что-то делать, ну, вот, на том же семинаре, просто далеко не буду ходить за примерами, мы сделали два урока, один для старших классов, другой для младший класс, совсем младший класс, третий класс, что мы нашли в качестве жизненной задачи, мы нашли продукты, как их хранить, и если хранить неправильно, что с ними происходит, и ребята там с микроскопами посмотрели, что там у них, какие, они выучали грибы, по окружающему миру, какая возникает вот эта грибная флора, да, всякие эти грибки, если неправильно хранить продукты, они это изучили, они посмотрели в интернете всякие правила, они, так сказать, поработали с микроскопом, сделали фотографии, они изучили эти продукты, и так далее, и так далее, и они сделали для родителей короткие советы, ну, какие могли в этом классе, как правильно хранить продукты, четыре вида, по группам, они работали, настоящий, получился настоящий сотворческий урок, по решению жизненной задачи, но это было так сложно найти, на самом деле, то есть мы долго обсуждали с учительницей, как, откуда, чего, вот, а по геометрии мы им придумали ремонт, ну, у них расчет площади, и они группами рассчитывали, рассчитывали смету ремонта, рассчитывали площадь плитки, которую надо положить, площадь этого паркета, а он же неровный, там разные условия, площадь, так сказать, поклейки обоев, они же тоже вот там, и окна, и чего там только нет, и двери, и они должны были все это учесть, найти формулы, рассчитать, рассчитать стоимость, и выдать некие рекомендации для родителей, что надо учесть при подготовке осуществления ремонта, чтобы он был, ну, достаточно оптимален, да, где, где поджидают ошибки, где поджидают досады, вот, но это вот, что называется, к примеру, на самом деле, вот эта вот задача, задача найти некоторую жизненную ситуацию, в которой ребята могли бы, которые ребята могли бы разобрать, в которой они могли бы быть полезны, и вообще найти что-то такое, что является, ну, творческим продуктом, да, для, в рамках изучения того или иного курса, эта задача достаточно сложная, и сейчас мы это видим и на, на примере всяких проектных деятельностей, потому что, да, у нас много, много всяких проектов мы пытаемся сейчас осуществлять, и в младшей школе, и в старшей школе, в основном и в старшей школе, ну, вот одна из главных, так сказать, засад, это как раз определение продукта и его пользы, чтобы он был кому-то полезен, потому что в основном пишет реферат, и найти, найти вот этот вот, ну, вот, а куда, какой эффект-то, да, вот это всегда очень сложная задача, так, поступать нестандартно, особая ситуация, так, ситуация, ну, да, интересно, так, что у нас еще пишут, так, Александр, у нас относится, уже, так, отлично, я бы сейчас запустил, у нас есть еще один опрос, да, Юрий Николаевич, давайте мы его запустим, опрос по, да, для смешанного обучения, вот тут я бы хотел немножечко сказать про смешанное обучение, вот смотрите, сейчас много говорят о смешанном обучении, понятно, что принципиально это может быть и смешанная в плане компьютерной технологии и живые технологии, и связанная с, там, онлайн, оффлайн, многие, там, специалисты в онлайн образовании, которые, ну, немногие, некоторые продвинутые, самые продвинутые, они говорят о том, что создавать онлайн программы без оффлайн поддержки, это неэффективно крайне, ну, или даже еще хуже, да, что это опрометчиво, потому что многие вещи передаются только вживую, могут быть реализованы только вживую, вот, при этом, при этом, мы понимаем, что у кого-то есть возможность, как бы, ну, вот тех, у тех студентов, у тех ребят, которые учатся онлайн, скажем, живут в Москве, да, конечно, у них есть возможность какие-то вещи получать онлайн, лекции, слушать онлайн, обсуждать их вживую, да, какие-то материалы получать и задания онлайн, выполнять их, приходить и вживую обсуждать, что получилось. Для тех, кто живет, ну, где-то, так сказать, далеко от Москвы и там, где нет университетов под боком в провинциальных городах, у них такой возможности нет, поэтому, конечно же, хорошо бы придумывать такие способы, которые бы, ну, отчасти компенсировали, с одной стороны, дефекты онлайн, когда мы, ну, что-то просто говорим, вот как я сейчас, да, говорю, но при этом я смотрю на вопросы, иногда на них отвечаю. Вот, ну, а придумывать такие способы обучения, которые бы компенсировали дефекты вот этого онлайн, онлайн, так сказать, хода, да, а позволяли осуществлять некую такую смешанную стратегию, что-либо. При этом, конечно, важно понимать, как, как мы осмысляем и для себя представляем, а что же это такое, что же может быть за смешанное образование, в чем его фишка, как оно устроено, да, так, ну, ага, вот, идет потихонечку наш опрос, замечательно, вот, и самый главный вопрос, конечно, который мы сегодня обсуждаем, связан с тем, что можно ли вот в таком дистанционном режиме как-то продвигаться в в плане творческого мышления, творческих способностей, откуда брать вот это вот, так сказать, обучение тем вещам, которые позволяют да, нестандартно думать, там, ситуации, какие-то отношения, преодолевать стереотипы, ну, и так далее, вот, соответственно, уже какие-то методы я тут немножечко обозначил, сейчас мы посмотрим, какой будет результат, но, вот, что бы я хотел сказать по поводу, по поводу еще смешанного обучения, я пока, то, что пока я наблюдаю со смешанным обучением, это, как правило, такое механическое соединение, да, причем зачастую, ну, чаще всего это вживую, то есть это в классе, там, та же ротация станции, это уже сейчас более популярная, популярная, так сказать, механика, когда организуется несколько станций, ну, по сути дела групп, когда ребята этими группами переходят на разные, так сказать, эти станции, где на одной станции они работают с компьютером, на другой смотрят фильм, на третий разговаривают с учителем, там, на четвертый выполняют задания и так далее, ну, вот такая, такое вот хождение по кругу, да, но, ну, очевидно, что это, что называется, тот же репродуктивный метод только в профиль, да, то есть, можно, наверное, и ротацию станцию можно как-то развернуть, я не выясню, что это плохая, плохая форма, форма интересная, форма интересная, просто, то, как она сегодня используется механически, она, конечно, вот, используется в рамках обычного репродуктивного образования, почитали в компьютере, почитали на экране, послушали учителя, ответили на вопросы, вот, но ее можно использовать здесь продуктивно, вот, по сути дела, то, о чем я рассказывал несколькими абзацами, что это раньше, вот, про этот урок с микроскопами, там, по сути дела, была ротация станции, то есть, ребята ходили, они сначала пошли к микроскопам, к компьютерам, потом к микроскопам, потом нарисовали рисунки, потом сделали еще что-то, но у них была такая творческая, продуктивная задача, что важно, да, и она организовывала, и под эту творческую, продуктивную задачу мы можем, опираясь на наши принципы, на наши критерии, на наши инструменты, конструировать совершенно уникальный урок, да, уникальный урок, который будет смешанным только внешне, да, то есть, ну, я приведу, ротацию санкций, где-то там можно опознать, но по сути дела, это другое смешение, да, это когда мы каждый, так сказать, инструмент ставим на свое место, и смешанность не является некоторой целью, а является средством, и вот это, мне кажется, главное, если мы смешанное обучение рассматриваем не как самодостаточную форму, да, не как цель нашу, а как возможность выстраивать, правильно выстраивать разные средства, да, под некую цель, конструкцию, под нашу, так сказать, педагогическую концепцию, под нашу мысль, а чего мы хотим добиться, да, и что мы, собственно, делаем, что в этом смешанном обучении происходит, тогда это можно делать рефлексивным образом, и я могу сейчас показать слайд, или тогда пропадет опрос, Юрий Николаевич? Вы можете, все, я закрыл опрос, вот слайды. Ага, ну вот я буквально на секундочку хочу показать слайд, потом мы вернемся к опросу, это слайд, связанный с гетерархическими структурами, он, правда, из компьютерной, так сказать, из компьютерной технологии вытащен, из там, всяких сетей, сетевых, но на самом деле принцип гетерархии, о нем Сергей Юрьевич и его коллеги, там Семенов и прочее, заявляли еще 30 лет назад, вот, вместе с Пономаревым, они издавали сборник, и там, сборник о психологии творческих, уже там был заявлен принцип гетерархии, да, что значит гетерархия, это означает, что каждая вот эта вот штуковина, да, она у нас, то есть, иерархия, здесь всегда один главный, остальные так, иначе подчиненные, ну, этот главный для этих, а в гетерархии каждый может быть главным, каждый, то есть, в зависимости от, как бы, тому, какую целостность он задает, какую целостность он набирает в данной ситуации, то есть, ну, условно говоря, когда, это вот идеальная схема команды, да, идеальная схема команды, когда каждый член команды лидер в своем направлении, если команда занимается, ну, скажем, вот, есть лидер, лидер в дизайне, если команда занимается дизайном, он главный, вокруг него все структурируется, Если команда занимается, так сказать, другим, ну, организацией какой-то там, не знаю, коллективной работы, лидер-психолог, да, то есть, если маркетингом, то лидер-маркетолог, и он задает целостность, ну, это условно говоря. Ну, вот такая гетерархическая структура, она, мне кажется, очень интересна как раз для выстраивания вот таких смешанных курсов, да, когда каждый раз нет такой выстраивания, а можно войти, что называется, в любое место и получить новый целостность. Так, ну, сейчас мы можем перейти к опросу, Юрий Николаевич, посмотреть, что у нас там получается. Так, какой-нибудь пример, если, так, ну, сейчас я отвечу на пару вопросов, пусть, да, опрос, а нет, тот, который мы убрали, он еще есть у нас по средствам. Вот, вот его бы, да, пусть народ отвечает. Так, а я сейчас попробую на пару вопросов. Вот, Александр Марьянович из города Гродно, он пишет, что переводный язык искусства – это творчество, потому что они делают жизни и так далее. Ну, вообще-то, этот ход, я о нем, может быть, не сильно еще пока говорил, но наряду с всякими позициями, это один из принципиальных, одна из принципиальных вещей. Перекодировка, когда мы переводим с одного языка на другой, из одной системы кодов в другую систему кодов, и это мощнейшее рефлексивное средство. Мы его активно используем, активно используем. То есть, ну, опять же, такой простой пример, чтобы вот далеко не ходить за примерами, на том же семинаре у нас был урок, урок литературы для шестого класса. То есть, что мы с ними сделали? По программе, то есть, мы не брали никаких специальных там содержаний. По программе ребята проходили Лермонтова, стихи Лермонтова. Ну, казалось, что можно творческого сделать со стихами Лермонтова, а тем более со творческой. Мы сделали простую штуку. Они разбились на группы, и каждая группа, ну, помимо прочего, там было несколько заданий, помимо прочего, каждая группа придумывала некий проверочный материал, проверочную работу для других групп. По Лермонтову при этом одна группа делала кроссворд, вторая группа придумывала загадки, третья группа пересказывала стихи своими словами, надо было угадать, а какой же, собственно говоря, стих получается, да, и так далее. То есть, каждая группа, она создавала свой, ну, третье делала тест, четвертое. Каждая группа делала, как бы, свою трансформацию, да, переводила в другой, по сути дела, язык. В язык теста, в язык кроссворда, в язык загадки, в язык, так сказать, прозы и пересказа такого загадочного, и так далее. И это мощнейшая вещь, да, и мы это, ну, очень много практикуем, да, перевод в разные, так сказать, из стихов в прозу, из, так сказать, словесной формы в художественного, из музыкального образа в театральный образ и так далее. Вот, и таких уроков мы делали несколько, и они там более-менее есть, которые описаны, например, там интегрированный урок, когда у нас были звук, ребят слушали музыку, потом рисовали маски, и потом в этих масках делали импровизацию театральную. То есть, это было и ИЗО, и технология, и музыка. То есть, вот такой интегрированный урок мы делали. Я полагаю, что вот этот вот ход на перекодировку, на перевод из одной системы кодирования в другой, из одних знаков в другую, это очень важно, потому что там нужно вытащить смысл, прежде чем перекодировать, да, ну, вроде бы, или по ходу перекодирования ты вытаскиваешь смысл, осмысляешь эту штуку. Вот. А, сколько учеников в классе работает с вами один? Нет, ну, весь класс, конечно, работает. Я с классом редко работаю, но бывает, что это все равно весь класс. Я, то есть, считаю, конечно, групповую работу, хотя можно организовывать по-разному. Вот. Естественный дисциплин, ну, вот, так сказать, пример из естественных дисциплин. Прямо сейчас, наверное, в голове ничего нет, ну, вот, кроме, может быть, кроме математики, то, что мы делали вот недавно. К сожалению, у нас пока учитель физики только пришел, мы с ним еще ничего такого не придумали. Но, в принципе, естественно, еще проще, потому что там больше проектных таких вещей, которые можно, так сказать, спроектировать, придумать, придумать те же пособия. То есть, вот этот вопрос, а что может быть продуктивным? Ну, первое, что приходит в голову, конечно же, это пособия для других детей. Это могут быть макеты, это могут быть стенды, это могут быть плакаты, это могут быть проверочные, так сказать, всякие тесты, загадки, ребусы, это могут быть какие-то помощники. Ну, например, мы с математикой, мы делали, такие они делали сказки по числам, такие численные сказки. Потом мы с ними делали такие штуки, которые позволяют быстрее запоминать правила, типа считалочек, таких маленьких стихотворений и так далее. Вот. То есть, вот эта вот польза, она берется из контекста, конечно. То есть, для себя, для других классов, для малышей, там, для малышей делали спектакли, для родителей, для семьи. Ну, вот как-то так. Потому что понятно, что найти вот этот вот некий продукт, это отдельная история, отдельная большая сложность. Ну, вот давайте мы сейчас глянем, а вот как сочетаются с госстандартами, прекрасно сочетаются. Госстандарты как раз, вот последние, стандарты последнего поколения, тут вот пару слов хочу сказать, стандарты последнего поколения, они целиком за нас. Потому что, если прошлое, так сказать, представление, прошлые стандарты, они в основном требовали от учителя освоения предмета, то сейчас, кроме предметных результатов, ты должен получить метапредметные и личностные. То есть, это уже что-то совсем другое, это большее. То есть, во-первых, должны быть на уроке, должно происходить развитие вот этих вот тех самых штук, о которых мы только что говорили, которые позволяют мыслить, неких приемов, способов мышления, способов анализа, которые на всех предметах применимы, не только на предметах. Способов задавания вопросов, научения вот этому, вопросы задавать, проблемы видеть, формулировать, пересказывать, анализировать, вскрывать суть. И это на каждом уроке должно происходить. Но пока понятно, что я этого не делаю. И то, что делаем мы, оно им помогает, поскольку они еще не знают, как это, а ты им подсказываешь. Вот. Ну и то, что я, собственно, хотел сказать, что вот эти вот ходы, которые, которые мы сегодня обсуждаем, они позволяют и делать совершенно уникальные курсы, дистанционные, смешанные курсы, и смешанное обучение в школах, потому что задают вот этот контекст и вот эту способность каждой из применяемых, каждого из применяемых средств быть не только уникальным, но и развивать друг друга. Да? Задавать, во-первых, целостность на каждом шаге, а во-вторых, занимать то место, которое для них характерно, в котором они могут максимум, да, вот что, вот в этом, в рамках этого контекста интереснее всего лекция. Ну и лекция. Ну, она понятна зачем? Она понятна с какими вопросами? Она понятна, что с ней дальше делать? Да? То есть вот эта информация, она не может быть случайной, просто вот, ну, вышел лекция, что-то там прочитал. Если мы говорим о рефлексивном подходе, то каждый момент курса, занятия, урока, он понятна зачем? И то средство, которое мы применяем, оно тоже понятно для чего? Почему оно именно здесь? Почему оно именно для этого наиболее эффективно? Ну, для этого нам задавать определенную целостность, да, и ходы. Ну, вот обратимся сейчас немножечко к тому вопросу, который у нас идет. Он идет достаточно активно, и пока на первом месте проектный метод. Ну, вот что хочу сказать по проектным методам. Это, конечно, роскошно. Мне кажется, что метод проектов сам по себе замечательный. Действительно, в рамках и того же смешанного обучения, и онлайн-обучения, работа над проектами может быть очень интересно. Но здесь вот есть какая, здесь несколько есть засад, которые... Ну, сейчас я вот по поводу в год отвечу через пару минут. Мысль до конца скажу. Тут есть несколько засад, несколько таких вот ходов, которые стоило бы сегодня озвучить. первая засада, что называется, главная, заключается в том, что найти тему проекта. Казалось бы, да? То есть ту тему, которая будет интересным продуктом, в итоге закончится. Не просто вот некоторый тематизм, и найти вот этот продукт, который ты можешь сделать, при этом, ну, понятно, что иногда достаточно просто придумать какое-нибудь масштабное такое, ох, изменить, спасти человечество, жизнь планеты изменить. Да, это результат. Только до этого результата мы, вгляд, и зайдем все вместе, не то, что один. Да? А вот придумать некий, так сказать, достаточно локальный, но в то же время новый, интересный, полезный, продукт, результат, который ты можешь получить благодаря проекту, вот эта задача достаточно сложная, и надо сказать, что она зачастую, на ней наши педагоги ломаются. Особенно это касается детских проектов. Там в основном и темы, они реферативные. Ну, у нас тема Африка. Что Африка значит? Ну, вот про Африку. Про Африку расскажи. Это что, проект? И вот ты в битый час объясняешь педагогу, что это не проект. Это даже не реферат. Это ответ на вопрос. Даже не вопрос. Просто вот, ну, про тему рассказать. И чего? вот. Здесь это самая главная засада, и она, эта засада, она характерна для всех, и нам очень надо подумать, прежде чем, то есть, надо подумать какие-то моменты, которые позволяли бы людям, участникам того же курса, объяснять, а что мы имеем ввиду под проектом. Вторая, ну, вот она приблизительно следующая, вторая засада. Проект предполагает все-таки определенный изыскательский этап, изыскание, то есть, исследование. Те или иные. Не обязательно это исследование в полном масштабе, но все-таки оно требует определенных, так сказать, изысканий, работы с анализом, научной какой-то работы, может быть, небольших экспериментальных каких-то вещей, что тоже представляет достаточно большую сложность. Не все владеют этим аппаратом. Вот. Ну, и то, что я хотел бы сказать по поводу возможностей, мне кажется, один раз я уже это испытывал, сейчас пытаюсь второй раз, не знаю, как получится. Значит, потому что вот этот метод проектов, он пока еще совсем не общий признак. Да, то есть, да, он хорош, но пока еще с трудом принимается, потому что народ не знает, о чем речь идет, когда я ему говорю проехать. То есть, это еще отдельная проработка всех этих, так сказать, объяснительных моделей и подготовки, от чего надо людям рассказать про проект, потому что когда просто говоришь, перечисляешь там цель, задачи актуальны, не понимают. Не понимают. Вот. Но мы пытались сделать проект, ну, вот на школе педагогов в этом году мы проводили осенью с коллегами школы педагогов Воронова, и там мы положили проект для части, для части, для половины участников, как некоторую рамку, в которой они всю школу двигали, все пять дней. То есть, мы в первый день с ними проработали, выбрали темы, они самоопределились, и последующие дни они тащили этот проект и пытались через него, как через инструмент схватывания, понимания, как через ту рамку, в которой они, эту матрицу, в которой они насыщают информацией, рассматривали все, что происходило, мастерские, выступления, лекции, встречи и так далее, втаскивать в этот проект. В итоге там получилось 12 полноценных проектов, они их защитили в конце, то есть, проект как инструмент вытаскивания смысла из содержания, из разного, так сказать, или содержания из происходящего. То есть, это тоже проект как рефлексивная форма. мне кажется, это интересный ход, и он очень годится для онлайн работы, вот этим смешанных всяких курсов, но другое дело, что он тоже, конечно же, не простой, не все его схватывают, но вот на школе Воронова он был вполне успешным, и люди оценили очень высоко вот это движение с проектом, по школе с проектом, они и проект увезли с собой, и за счет проекта они многое из того, что так бы не заметили, заметили, то есть, для них понятно зачем, то есть, это как фокус некоторый, фокус восприятия, фокус отношения, ну, так хотелось, не все, конечно, получилось, а вот тут вопрос по поводу творчества и в ГОС, напрямую в ГОС творческое творчество не планируется, по-видимому, творчество в целом, творческой личной школе приезжает учитель, ну, да, конечно, конечно, в ГОС напрямую про творчество нет, ну, так вот, слова нет, да, но есть же, ну, что называется, буха закона и дух закона, вот я же не случайно задал вопрос по поводу того, чему можно учить, чтобы человек, ну, как бы, в дальнейшем мог думать нестандартно, чтобы имел какую-то опору, в своих инструментах мыслительных, там, личностных и так далее, так и здесь, так и здесь, там много, там как раз прописано то, что нужно, чтобы человек стал творческим, да, восприятие, анализ ситуации, отношение к тому, отношение к этому, состоятельные решения, нестандартные ходы, там все это есть, да, поскольку стандарты писали умные люди, осмолов частные, умные, прогрессивные, они многое туда заложили из того, чем можно сейчас активно пользоваться прогрессивным педагогом, да, в том числе творческим и сотворческим, опираясь на то, что там написано, да, еще раз говорю, вот те же, тот же метод проектов, там прописан, те же, так сказать, решения конкретных жизненных проблем, да, погружения в контекст употребления, это все сейчас в стандартах есть, это все есть, на это можно опираться, если кто-то, кому-то важна такая легитимация, то в стандарте сейчас легитимируют творческую и сотворческую работу почти в полном объекте, работа с микроскопом, это известный ремонт, это проект, и то, и другое, выполнено заранее не обученными людьми, это творчество, ага, выполнено заранее, нет, не заранее, во-первых, это делалось на уроке, не не обученными людьми, а детьми, вот, что касается микроскопов, то, еще раз говорю, вот, чем, мне кажется, рефлексивная педагогика и сотворчество сильна, она сильна способностью переосмыслять и встраивать в правильные места любые инструменты хорошие, любые, вот, все, что придумано в психологии, в педагогике, в методике, все это можно переосмыслить и использовать в рамках рефлексивной педагогики и сотворчества, почему, вот, ну, здесь я немножко сложно скажу, но, все-таки, вот смотрите, что у нас, как правило, происходит, как правило, происходит следующее, вот те же шесть шляп, бано, мы открываем бано, не читаем всего, что там написано, доходим до шести шляп, ага, вот шесть шляп, мышление такое, вот он, так сказать, критик, вот он фантазер, вот он, так сказать, позитив, вот он эксперт, раз раздали шесть ляп, поехали, то есть мы не критически, не рефлексивно вытащили метод и использовали его, ну, вот, как он есть, инструментально, не очень понимает, что там происходит, не очень понимает, зачем он нам нужен, ну, так интересненько вроде бы, ну, может быть, лучше освоить материал, да, и это тоже хорошо, я думаю, что это плохо, но, это не совсем то, что мне, скажем, симпатично, я считаю продуктивным, как продуктивно, я читаю в Боно, не только те странички, где про шесть шляп, я понимаю, что он этими шестью шляпами делает, я соотношу это, то, как устроено это взлетло, со своим подходом, с рефлексивной психологией, с педагогикой, соотворчивостью, понимаю разницу, подстраиваю под свои задачи, под свою концепцию, этот способ, это средство, я его трансформирую, а, под себя, я понимаю, что-то я с его помощью делаю, потому что я понимаю, как он устроен, что-то я отвергаю, что-то беру, что-то немножко меняю, но не в этом дело, а дело в том, что я понимаю, что я с этим делаю, и он встраивается в целостный мой процесс на том месте, который я ему отвел, для тех целей, которые я поставил, вот это я называю рефлексивным взятием, вот, поэтому, те же микроскопы, ну да, что микроскопами никто не работал, да полно, только, я их поставил на то место, которое надо, в тот процесс, который я придумал, для того, чтобы произошло некое сотворчество детей друг с другом, и с культурой, с тем материалом, который они изучили, и с родителями, потому что они пришли домой и сказали, мама, смотри, вот какая фотография грибка, вот есть помидор, хранить в пакете и в холодильнике, он таким вот становится, понимаешь, они сделали стенд, все эти фотографии повесили, свои рисунки, чудно, понимаете, а то, что микроскопы использовали, ну слава богу, замечательно, я же не говорю, что там все новое, да, там и учительница старая, да, и рисунки старые, и карандаши многие используют, ну, понятно, так что вот, так что вот так вот, значит, что касается проектных, проектных мерзов, я здесь пару слов сказал, мне кажется, это перспективно, но важно, опять же, вот так, такая рефлексивная переосмысление, понимание, что они могут быть использованы, эти проекты, в разных вариантах, на разных местах, с разным функциональным смыслом, да, в том числе, как способы лучшего понимания, как способы вот такого вот фокусирования и развития конкретных навыков, вот, второе, второе по нашему опросу, это продуктивные методы, вот тут я совершенно с вами согласен, уважаемые коллеги, но я уже об этом много сказал, о том, какие сложности здесь нас перегают, вот, и, конечно, нам важно было бы вместе подумать, а что вот в онлайне может быть таким продуктом, да, в таком смешанном варианте, может быть, тот же проект, да, то есть, продукт, который здесь на месте, может быть, какие-то, ну, скажем, тесты, которые мы друг для друга разрабатываем, это может быть какие-то аналитические работы, которые позволяют, так сказать, тем, кто пришел на курс, да, самим не рыться, да, а получить некий правильный анализ, да, это может быть кейсы, кстати, тоже замечательно, вот смотрите, здесь 8, 8 процентов у нас всего за кейс стадия, а это очень интересная штука, и они могут быть использованы даже как продукты, то есть, не просто мы разбираем готовый кейс, который кто-то для нас приготовил, да, а мы сами, сами для себя, а потом и для других, да, придумываем кейсы, придумываем кейсы, их разбираем, понимаем, что в этих кейсах интересного, да, и самое интересное, ну, некую библиотеку размещаем кейсы, да, то есть, мы получаем настоящий образовательный продукт по ходу изучения того или иного курса, то есть, это менеджмент, это кейс-менеджмент, есть, это педагогика, кейс-педагогики, потому что, казалось бы, простые вещи, вот я буквально вчера там работал с, позавчера работал с директорами художественных музыкальных школ, я говорю, ну, вот у вас ситуация, мы с ними управленческое решение принимали, я говорю, у вас ситуация, ну, там, ученик или ученица на уроке баловалась, ей учительница делает замечание, она продолжает, ей еще одно замечание, она продолжает еще больше, ну, после следующего замечания учительница выставляет ее из класса, ну, девочка продвинутая, достает телефон, звонит маме, прибегает мама, вызывает директора, вызывает, так сказать, надзорные органы, нарушение прав ребенка, психологическая травма, что делаете? Ну, казалось бы, простой кейс, да, а он вызвал массу, так сказать, эмоций, массу эмоций и самые разные варианты, да, вот того, что такого быть не может, потому что я всем учителям запретила выгонять из класса, но самое-то главное, что самое интересное и распространенное на самом деле, что никто не пытается тот же кейс проанализировать, да, а сразу же и первое, что начинает сделать, надо было сделать вот так, то есть рефлексии нет, то есть она не в культуре педагогов, к сожалению. Так, вон здесь говорят, что бывают и проблемные лекции, лекции провокации, или мне повезло с педагогом, повезло, вот честно скажу, повезло, некоторым везет, и да, бывают и проблемные лекции, и лекции размышления, и лекции провокации, и чего только не бывает. Мне один, вот, один специалист как раз по онлайн образованию, говоря о том, что онлайн без оффлайна это совсем не то, рассказывал, как педагог его, он пришел на лекцию, не готовый, ну, потому что на прошлый не был, да, и новая тема, и вот педагог начинает с того, что начинает задавать ему вопросы, по этой теме, по новой, которую он еще не читал, тот что-то там лепечет, и он, вытаскивая из него, как бы, ответы, немыслимые, на те вопросы, которые он задает, по неведомой теме, начинает разворачивать, ну, целый спектакль, тематический, и понятно, что то, что там произошло, осталось в памяти всех студентов, на уровне подкорки, потому что был это и смех, и слезы, и хохот, и все на свете, да, ну, и содержание было, но это уникальные личности, уникальные педагоги, дай бог им, что называется, здоровье, а нам, дай бог, у них поучиться, и вытащить из вот этих замечательных творческих ходов, что-то, что можно положить, ну, в определенного рода инструментарий, те же проблемные лекции, те же лекции размышлений, те же провокации, да, ну, и так далее, потому что, к сожалению, большинство педагогов берут конспир и зачитывают, вот, и даже перевернутые классы в наших, так сказать, славных вузах идут с трудом, потому что они все равно читают лекции, вот, ну, не умеют, большинство педагогов, к сожалению, не умеют вместо лекций прийти, пообсуждать то, что студенты, вот, прочитать лекцию на видео, студенты посмотрели, пришли, обсудили, ну, что, казалось бы, проще, ну, потому что, к сожалению, сознание педагогическое этого не позволяет, не придумывают, что обсуждать-то, вот в чем беда, ну, ой, поэтому повезло, и я поздравляю, так, уложиться во временной промежутке, то есть никто не сдаст во время промежутка, здесь я буду творить по, на курсовом проекте, ну, вы понимаете, это вопрос, что называется, такой, как говорил один герой мультфильма, лучше полдня потерять, а потом за пять минут долететь, мне тут один из моих, так сказать, заказчиков говорит, что вот нам тут заказали, надо придумать быстренько методику, но это быстро, это вот, ну, три-четыре дня, и мы должны сдать, поэтому ничего там, не заморачивайся, так вот, ну, что в голову там, что есть, то и напиши, я говорю, ты знаешь, пардон, Андрей, что, мне легче вот по-другому, я лучше, вот из этих четырех дней, я три дня буду думать, анализировать, готовиться, размышлять, что я хочу, а потом за полдня напишу, и у тебя будет настоящий продукт, а не суррогат, да, я так и сделал, придумал три новых игры, отдал, ну, вот это у каждого свой способ, работа со временем, да, хочу вам сказать, что рефлексия позволяет время, сжимать, разжимать, то есть это, ну, это отдельная история, как рефлексивно работать со временем, да, потому что время, это такая очень хитая штука, в него можно вместить все, что угодно, да, все, что угодно, вот Сергей Юрьевич, под именем которого я сегодня работаю, у него есть теория физического бессмертия, которые я сильно пересказывать не буду, это его миссия, только скажу, что она основана на простой вещи, когда напрямую есть две точки, между ними можно поставить еще одну точку, а потом между теми точками еще одну, то есть это бесконечное, то есть на маленьком отрезке можно поставить бесконечное число точек, да, то есть на каждом временном моменте может быть бесконечное число временных моментов, да, Юрий Николаевич, все, мы заканчиваем, Евгений Захарович, я вот уже вижу, второй час заканчивается, вопросы все идут и идут, ответы идут и идут и их вопросов больше, чем ответов, я вот думаю, как мы уложимся по времени, и возникает такое предположение, что как вы смотрите, чтобы часть ответов ответить, разоснать письменно всем участникам, ради Бога, потому что у нас их адреса есть, я боюсь, что мы нарушим наш временной норматив и не уложимся, вопросы во вкладке вопросы остались неотвечены, и один из них, это ваша программа, точнее две программы, откройте, пожалуйста, вопросы, видите, вот чат состоит из вкладочки общий и вопросов, вопросы видите, да, вижу, вот, это то, что вы не видели, я бы хотел, чтобы вы быстро ответили и рассказали про две программы повышения квалификации, которые вы разработали, так, значит, смотрите, ну вот, я бы сначала все-таки ответил на вопрос, который там в конце чата у нас, я увидел, да, сейчас где-то он, как там совмещаются нормативные требования и творческие, легко совмещаются, более того, вот я своим учителям на последнем совещании сказал, что ребята, у кого есть проблемы с оценками, обращайтесь ко мне, я вам подскажу несколько сотворческих методов, которые позволяют быстро, эффективно проверить знания, поставить всему классу оценки, задействовав. Вот это, что касается, так сказать, совпадения нормативных требований, можно со творческими методами добиваться идеальных результатов, только надо это уметь делать. Так, дальше, приведите сразу примеры нового созданного педагога-медитана к моему студенту. Ну, вот смотрите, нового сколько угодно, даже из того, что я переводил, например, памятка по хранению продуктов для педагога, для учеников и для родителей это новое, они этого нигде не верили. Это создано детьми, уникальное, совершенно продукт. Расчет смет и ремонта для данных детей, для данных родителей, для данной ситуации тоже новое, потому что никто этого расчета никогда, вот этого расчета не делал. Так, в таком виде. Дальше, сколько учеников на одно-триного допустимо? Занавести бы чьи, ну, знаменитый, 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 реализатор. Так, ну, у нас, например, 20 человек в классе, это как раз очень хорошее, так сказать, я считаю, соотношение. Ну, вообще, конечно, в психологии, если мы говорим о малой группе, это 15 человек, максимум, лучше 12. Думать нестандартно, думать не шаблона, это согласен, мы об этом уже говорили, чем обеспечивает достоверность правильность выбранного решения или ответа? Ну, вот смотрите, если мы говорим о творческом решении или ответе, то, как правило, там нет правильного ответа, там есть, так сказать, вероятный ответ, их множество, а вот проверка достоверности и возможности, это отдельная история, я думаю, что вот это тоже очень важный момент, потому что многие дети на этом цыплются, к сожалению, да, и нам тоже здесь надо отдельно продумывать, как обнаруживать, ну, насколько вероятно, насколько эта штука вообще правдоподобна, да, чем обосновывается, это очень важная вещь, согласен, вы говорите о дополнительном, и о том, и о другом, и о дополнительном, и о базовом, то есть, так что, эти приемы, о которых я говорил, вообще подходы педагогии соотворчества, они не только в образовании, мы сейчас проводим большую конференцию ежегодную, которая называется так, соотворчество в образовании, в управлении и в бизнесе, то есть, сейчас соотворчество, всякий крауд, сейчас даже есть термин крауд-культура, что такое крауд, это чисто в виде соотворчества, и это в бизнесе очень активно сейчас применяется, и в сетевых проектах, и везде, то есть, ко-креэйшн, в чистом виде переводится так соотворчество, крауд, это то, что сейчас в мире один из главных трендов, между прочим, и не только в образовании, но и в управлении, и в бизнесе, и в жизни, так, дальше, плохо слышно, кто так, а рефлексивные инструментарии, так, ну вот здесь, собственно говоря, то, что мы планируем, как некоторые курсы, это в первую очередь, рефлексивные инструментарии при активной работе с людьми, то есть, это и с профессионалами, со студентами, со школьниками, при этом, именно там, я планирую рассказать о конкретных инструментах, о том, о чем я сегодня только упоминал, это и синтез проблемного или задачного поля, это и позициональная дискуссия, и рекрессивно-творческий полилог, и символически, такая, образно-символическая рефлексия, да, и вот эти вот перекодирования всякие, и так далее, и так далее, вот, и еще один курс культура саморазвития управленца, я думаю, что тоже это интересный курс, который направлен на развитие себя как инструмента деятельности, и развитие в себе вот такой творческой рефлексии способности к рефлексии, способности к самоизменению, и к рефлексивному пониманию себя, и того, что ты делаешь с тех людей, которые рядом, вот, так что, милости просим, если вас заинтересуют эти курсы, пожалуйста, записывайтесь, спасибо, за внимание, если есть еще вопросы, я могу ответить, наверное, пару минут, во вкладочке вопросы, так, на те, которые во вкладочке я ответил, так, а, хорошо, хорошо, вот, здесь очень правильно пишет Ирина Александровна, в нормативных правилах нет запрета на творчество, ограничения создают сами учителя, готов под этим три раза подписаться, то есть, если, как говорится, как говорил герой Булгакова, разруха в головах, поэтому, если у нас в голове творчество, то мы и будем этим заниматься, ребята, если у нас в голове, как бы нам побыстрее отвести уроки и свалить, то вот мы этим и будем заниматься. Спасибо за внимание, прошу на наш курс. Уважаемые коллеги, вот сейчас вы на экране видите два названия курса повышения, нажмите цифру один или два курса, которые вас больше всего интересуют, потому что наш уважаемый гость будет готовить для вас очень интересные программы, но нужно какую-то одну выбрать в первую очередь. спасибо вам Андреев Александр Александрович, профессор, доктор наук из Москвы, спасибо за ваше мнение, Евгений Захарович, видите, что тема один имеет большинство предпочтений, наверное, вы с нее начнете. Коллега Мачинска Ирена из Польши тоже интересуется этой темой, спасибо вам, Ирена, уважаемые коллеги, мы убедились, какая интересная сегодня была дискуссия, причем сразу в двух сферах среди слушателей, они сами себе во многом и отвечали, с нашим замечательным спикером Евгением Захаровичем мы увидели целую палитру интересных решений, причем он сам не информат, как вы чувствуете, но он прекрасно владеет методологией социального конструкционизма, конструктивизма выгодского с применением онлайн технологий, он достаточно скептически относится к онлайну как единственному решению, тут нужны и оффлайн решения, мы соглашаемся с этой критикой, но мы видим, как действительно вот сочетание проектного метода в онлайне очень здорово можно реализовывать, вот это вот интересная находка для всех для нас, спасибо вам, мы благодарим за то, что вы нас благодарите, мы вам всем разошлем ответы на те вопросы, которые не ответили, потому что вы подписались вместе с записью этого вебинара, и последнее прощальное, точнее заключительное слово предоставляется нашему уважаемому спикеру Евгению Захаровичу. Большое спасибо всем, кто поучаствовал, мне кажется, что у нас был продуктивный разговор, продуктивное размышление, меня тоже оно существенным образом продвинуло, я стал лучше понимать, как воспринимаются разные ходы на развитие такого умения думать творчески нестандартно, ну и конечно хотелось с одной стороны продемонстрировать это способность думать нестандартно, а с другой стороны побудить тех, кто пришел к тому же самому. Надеюсь, дальше мы будем встречаться и вместе думать нестандартно и творчески. Спасибо, всего вам доброго. Уважаемые коллеги, всего доброго, до следующих встреч, до свидания. Продолжение следует...